У человека есть оптимальная линия развития, это то количество энергии, которое позволяет ему прийти из точки энергии А в набор энергии точки Б. То есть в этом случае вот это вот есть эволюция, то есть это стартуешь ты, перед этим там у тебя что-то еще было, но это как бы нулевая точка, как бы нулевая точка, и ты приходишь по какой-то экспоненте в эту точку, ты набираешь вот такое количество энергии, эта энергия определяет сознание, она коррелирует. Ты можешь ничего не делая, просто живя и как бы вот наслаждаясь жизнью, ты все равно попадешь в эту точку. Чтобы не попасть в нее, надо, я не знаю, наркотики, пьянство, что-то еще, тогда ты можешь вывалишься, и то в следующую эволюцию тоже войдешь, но потом приходит аромедон, который отсеивает тех, кто не достигает, но не это главное. Главное, что эти люди, которые способны мечтать, они сразу попадают виртуально вот в эту точку. То есть он достиг должен был вот столько, Иисус Христос, если бы был плотником, он достиг бы вот столько, а он начал мечтать о Царстве Небесном, он попадает сразу вот сюда. И если сегодня провести в эту точку, в которую он там в какой-то момент, провести экспонентную провести, то получается, вот его линия, он бы должен был энергии сегодня тратить вот столько, а у него из мечты приходит еще вот столько. Поэтому люди неординарные, которые Циолковские, Менделеевы, Ломоносовы, Эйнштейны и все остальные, они как раз и сильны тем, что они не боятся мечтать. И они из будущего притягивают в эту точку энергию, поэтому совершаются открытия. Это удивительно, и поэтому сегодня нужно вернуть право мечтать. И прежде всего это способна, это только женщина, потому что она способна, она способна придумать тебя. Вот женщина, вот ты влюбляешься в женщину, она влюбляется в тебя, она же тебя придумывает. Она сканирует твою энергетику, которую ты не знаешь. Я вам рассказал сегодня историю, как я стал писателем. Жена сказала, я хочу быть женой писателя. Я стал писателем. Примитивно, утрированно, я понимаю, что это я утрирован, но всегда женщина придумывает тебя, но придумывает она тебя того, который способен реализовать ее мечту. Вот Ассоль, это же потрясающая эта пьеса, вот эта вот книга Грина, Ассоль. Представляете, жила, все читали дурочка, да? Ну, глупая это, малая паруса. Какие-то паруса никогда никто не приплывал. Она мечтала об этом, независимо ни от чего. И пришел этот пьяница, алкоголик, капитан, да надоело ему все. Пришел стреляться на этот остров. Приходит девочка красивая, кто такая? Да дура наша. Ну, не похоже на дуру, вроде бы красавица. Да, вы же не знаете, она придумала какие-то аллопаруса. Какие паруса? А она считает, что за ней проплывет капитан на аллопаруса. Блин, он протрезвел момент. Он понял, что это момент счастья. Он сразу все бросил, побежал. Ребята и мужики, что же, все алкоголики пьют там за углом стояли. На корабле. Он говорит, ребята, будем красить аллопаруса. Капитан, ты что, с ума сошел? Какие аллопаруса? Да ты не представляешь. Представляешь, какая история? Я приплыву, как комитет. И они бросили пить. Бросили женщин. Они все стали делать аллопаруса. Потому что мечта. Это безумно увлекательно. Она заражает моментально всех. Аллопаруса ни у кого нет, а у нас есть. Я представляю это состояние. Чистый горизонт. И алые паруса на горизонте. Каждая собака в этом поселке знала, кому они плывут. И там момент, когда они встают, открывают рот. И она знает, кому уплывет. И она выходит, а не уплывает. Конечно, там дальше тоже что-то происходит. Но это же фантастическая история. О том, как мечта женщины позволяет мужчине достичь высот своего просветления. Ибо он совершает подвиг ради того, чтобы удовлетворить мечту. И он же, извините, он же за этот момент тоже что-то с ним происходит. Он прикасается к мечте, которая уносит его в космос. Он становится космическим. Был капитаном, стал космическим человеком. Вот что такое женщина на горизонте нормального. Ну, пить для этого не обязательно, правда. Но, тем не менее.